По данным опроса Левада Центр, большинство россиян поддерживают возвращение вытрезвителей. Напомню, вернуть вытрезвители в марте 2015 года предложила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Алкоголизация населения. Такова главная тема сегодняшнего выпуска. Ее мы обсудим с академиком РАН Павлом Ивановичем Сидором. Павел Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Кстати, в этом году исполняется 75 лет со дня создания первого советского вытрезвителя. Не так давно, кстати, в 2011 году их упразднили. А вы входите в число этих 80%, которые голосуют за возвращение вытрезвителей. Я, конечно, за то, чтобы возвращать и вытрезвители, и бережно, и милосердно относиться даже к гражданам, которые случайно вывели себя из состояния трезвости. Но я думаю, что в наше время сегодня придется обращать внимание на то, чтобы это была самоокупаемая программа. Она должна быть мультидисциплинарной, где будут сотканы и взаимодополнять будут усилия медиков, скажем, специализированной наркологической бригады скорой помощи. При этом скорая помощь совсем не очевидна, будет государственная. Мы сегодня с этим уже сталкиваемся в Архангельске. Правоохранительные органы будут подключаться только в тех случаях, когда такой товарищ или гражданин опасен для окружающих или для себя. И, наконец, здесь могут быть самые различные новые образования. Например, в Москве сегодня получили новый мандат казацкие формирования. Они сегодня официально охраняют памятники культуры. И я думаю, что и в Архангельске, и в других местах завтра может свое слово сказать здесь и русская православная церковь. Вы помянули, что 75 лет назад первый вытрезвитель появился. Советский. На самом деле, он существовал и в царской России вообще-то. И более того, в 1913 году наше Архангельское общество трезвости на всемирной промышленной выставке в Турине получило золотую медаль. Потому что у нас при каждом из 30 и более чем 30 храмов Архангельска была община трезвости, а при некоторых общинах были еще койки при богодельнях для случайно опьяневших. При этом и тогда уже это было все в режиме самоокупаемости. И те, кто не могли заплатить за эти услуги, отрабатывали на восстановлении или по уходу за храмом. То есть, прежде всего, система должна быть, конечно же, платной. Она должна быть окупаемой, скажем так. А те, кто не могут заплатить, а половина тех, кто туда попадает, не смогут. Святое дело, если они на восстановлении церкви, разрушенных советской властью, которую вы дважды помянули, потрудятся. Павел Иванович, в целом о проблеме. Цифры говорят разные, различные рейтинги говорят разные. Россия на первом месте по уровню алкогольной зависимости, на четвертом по употреблению алкоголя. На самом деле, цифры цифрами. А как в жизни обстоят дела? Для Архангельской области, для Архангельска это действительно проблема? Это проблема для всего мира, на самом деле. Но надо правильно относиться к этой проблеме. Никакой корректной статистики и корректных рейтингов в принципе нет. Дело в том, что на учет попадает только один, в лучшем случае, из семи пациентов. Остальные продолжают спиваться и спаивать вокруг себя окружающих с посильным энтузиазмом. Да, поэтому статистикой не учтешь, не опишешь проблему. И, естественно, в ситуациях кризисов все эти проблемы, связанные с социальными эпидемиями, алкоголизма, наркомании, безработицы и так далее, будут только усиливаться. О социальной составляющей мы поговорим чуть позже. Мы связались с заведующей приемным отделением первой городской больницы Ириной Вересовой и поинтересовались, много ли пациентов поступают в состояние алкогольного опьянения в клинику. Давайте послушаем ее ответ. Общее количество поступивших пациентов за первый месяц 2016 года в нашу больницу более 2300 человек. Из них связано с алкогольным опьянением более 300 человек и с различными травмами и заболеваниями, которые наступили на фоне алкогольного опьянения, около 600 человек. Это является серьезной проблемой для нашей больницы, потому что некоторые наши отделения не приспособлены в полной мере для лечения и приема таких пациентов. И, конечно же, в нашем городе необходимо возобновление системы медицинских вытраздителей для улучшения оказания помощи таким пациентам и для облегчения работы медицинских работников. Павел Иванович, ну раз мы заговорили, да? Алкоголизма довели себя до соматической патологии. Это могут быть язвы, гепатиты и гепатозы. Последствия? Конечно. Сердечно-сосудистые заболевания. У кого и что было генетически заложено и какая была предрасположенность. Алкоголизм все это позволяет быстро расцветать всему этому. Статистика будет, цифры будут гораздо больше. Если мы сделаем объективную диагностику, кто даже в трезвом состоянии поступил, но он реально допился до алкогольной кардиомиопатии, мы можем это выявить. И завтра, к сожалению, дефицит бюджета может заставить это делать. И тогда каждому придется отвечать за свое здоровье. Но масштабы мы примерно себе представляем. Они гигантские. Они просто гигантские масштабы. Почти каждый второй пациент с помощью алкоголя превращал себя в пациента. Каковы причины? Почему в России пьют? Давайте говорить пока о России. Потому что цена жизни ничтожна. Потому что человек сам не может с актуальностью воспринимать свою душу, свое здоровье и свою судьбу. И живет как будто бы существует в режиме вечного времени. Человек убивает себя сам. Алкоголизм – социальная проблема. Да. То есть мы можем сказать, что в России пьют из-за бедности, из-за страха. Есть алкоголизм от бедности и алкоголизм от сытости. Пьют те, кто хотят изменить реальность, которая их не устраивает. Но они не находят способов и методов и сил в себе, чтобы реально ее преобразовать. Остается только сделать себе иную виртуальную реальность. В том числе алкогольную или наркотическую. Павел Иванович, раз мы заговорили с вами о такой сфере нашей жизни, как благосостояние, хотелось бы обсудить с вами последние новости. Ленты сегодня с утра показали эту новость в первую очередь. Правительство Швейцарии одобрило проведение референдума о введении безусловного основного дохода для граждан. Если исход референдума будет положительным, государство обязуется обеспечить гражданам ежемесячный доход в размере 2500 швейцарских франков. То есть примерно 2400 долларов. Независимо от того, работает человек, работает этот гражданин или нет. Как вы относитесь к таким инициативам? Я думаю, что все могут только умиляться таким инициативам. Я бы продолжил еще сообщение о Швейцарии. На самом деле это минимальная пенсия в Швейцарии. 2500 долларов по существу. Конечно, можно только восхищаться тому, как самоорганизовались швейцарцы. И узнать, как же они этого добились. Но ответ будет состоять из того, что они этого 200 лет добивались. Я думаю, что у России когда-нибудь будет и такая перспектива. Но это справедливо получают все, и кто работает, и кто не работает. Естественно. Любой живой человек должен требовать в себе отношения соответствующего и не отличающегося от иных людей. Но, конечно, можно вспомнить советскую формулу, кто не работает, тот не ест. Но у них это иначе. Кто хорошо работает, тот в разы больше получает и пенсию, и зарплаты. Вот мы говорим о возвращении закона о тунеядстве, на принуждении работать тех, кто не работает. У нас тоже ведь есть социальные пенсии для тех, кто никогда не работал. Они тоже есть, они ничтожные. Ну, 100 долларов даже меньше, на самом деле. Это в сотни раз меньше, чем в Швейцарии. И я только за то, чтобы увидеть, на самом-то деле, такие цели преобразования и модернизации, о которых когда-то говорили и в России, чтобы мы приближались к этим стандартам. Ну, а как обстоят дела с алкоголизмом в Европе, такой благополучной? Объемы потребления там примерно такие же. Хотя, повторяю, тоже очень такая некорректная статистика. Но и там другие формы алкоголизма. У нас пьют суррогаты, на самом деле. И даже то, что продается в магазине в существенном проценте, это не вполне доброкачественный алкоголь. Я могу здесь привести, скажем, что вообще можно считать нормой потребления алкоголя в Европе. Это имеет смысл? Если мы пытаемся сравнивать себя с Европой. Да, норма. Вот именно, что для нас норма, что норма для них. Первое. Не чаще двух раз в неделю. Раз. Второе. До состояния, даже не достигающего первой степени опьянения. То есть есть повышение настроения, комфортное состояние, но нет расстройств координации движения. Это второе. Третье. Если пить, то натуральные продукты, натуральные вины, лучше сухие и красные. Это самое физиологичное. Из того, что может быть, есть даже энотерапия и лечение вином. Дальше. Если уж пить, так обязательно закусывать. И если пить, то по каким-то санкционированным социальным поводам. Павлович, у нас нет культуры питья? В том числе и её нет. У нас вообще нет культуры, скажем так. И у нас есть синдром приобретённого ментального иммунодефицита, если говорить медицинскими терминами. А вот какие-то региональные особенности есть? Я вот, например, иногда задумывалась, а можно ли вообще людям на Севере пить? Вот мы никогда не произносим тостов, да? Да ну что вы! Ну что вы! Мы без тостов не можем вообще-то в мединституте. А, ну да, это может быть отдельной такой, отдельной жизнью. Нет, я думаю, что тосты везде есть. Всё-таки не зависит это от региональных. Нам присуще, присуще пить и употреблять спиртные напитки. То, что на Севере, да, традиционно крепкие напитки употребляют, это можно и с климатом пытаться связывать, да? Хотя в наше время это всё меняется в зависимости от социального обеспечения и доходов человека, прямо скажем. И качество алкоголя также может быть очень разным, вообще-то. То, что народности Крайнего Севера имели традиционный иной адаптоген, а алкоголь – это пищевой продукт, его в магазине продают. Это пищевой продукт, который надо грамотно употреблять, чтобы не пополнить ряды отечественных алкоголиков вообще-то. И кто-то может потреблять, мы ещё, может быть, успеем об этом поговорить, а кому-то нельзя и прикасаться даже. Так вот, народности Крайнего Севера снимали напряжение настойкой из красного мухомора. Мухомора – замечательный адаптоген, но только для них. И только их печень могла расщеплять псилобицины, которые содержатся в мухоморах. То есть нужно всё-таки знать свои региональные особенности, употреблять всё же сло. Естественно. Павел Иванович, говоря об обществах анонимных алкоголиков, всё-таки это изобретение западное, американское. А как Вы думаете, в России приживутся? Я думаю, что любые способы и методы лечения и контроля за своим поведением могут транслироваться на нашу субпопуляцию. Давайте посмотрим сюжет о таких группах, которые уже 13 лет существуют в Архангельске. На сегодня в Архангельске действуют 4 группы общества анонимных алкоголиков. В каждую обратиться можно в любой день. В соответствии с названием «Анонимно». Мы никогда не спрашиваем фамилии, кто там где работал, чем занимался и так далее. Это нас не касается. Мы говорим на своих собраниях исключительно о выздоровлении по вот этой программе «12 шагов». Родилась эта программа, как и само общество в США в 1935 году. В России первая группа появилась в 1987 году, а на сегодня их насчитывается более 500. Об актуальности проблемы говорят данные главного нарколога России. В год от алкоголя в стране умирает 700 тысяч человек или 2,5 тысячи в сутки. Раньше в основном в группах присутствовали мужчины. Сейчас все меняется. Сейчас очень много женщин. Приходят молодые девушки. У нас были девчонки на группах 20 лет. Сами себя анонимные алкоголики вводят. Люди остаются трезвыми. У нас очень много женщин трезвыми, с большими сроками трезвости. Выходят замуж удачно. Рожают детей. Единственное, что может привести алкоголика к выздоровлению, в том числе и в нашем сообществе, это отчаяние. Это дно. У каждого это дно свое. Человек, дойдя до этого дна, в степени огромного отчаяния и одиночества, он начинает просто искать, вот искать, что делать, я не знаю, что делать, помогите им. Вот в тот момент, когда он просит помощи, особенно у близких людей, у жены, у матери, у там, я не знаю, да, в этот самый момент члены семьи и могут дать ему эту информацию. Конечно, не все пришедшие на группы анонимных алкоголиков выздоравливают. Кто-то и уходит. Но эта программа работает и помогает спасти огромное количество жизней. Ежегодно, благодаря ее использованию, в мире возвращается к полноценной жизни более 3,5 миллионов человек. В эфире PS-INFORM. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире 639-717, наш телефон. Звоните, рассказывайте свои истории, делитесь советом, рассказывайте о своих новостях. Тема сегодняшнего эфира алкоголизация, алкоголизм. Мы ждем ваших звонков. Павел Иванович, ну а как вы считаете, как общество анонимных алкоголиков могут помочь преодолению этой беды? Ну, на самом деле, это лишь один из подходов. Мне очень симпатично все то, что они делают. Таких, как они, и таких моделей лечения, на самом деле, великое множество. Сотни и сотни методов. Это лечение? Это способ лечения. Это вид психотерапии. Ну, можно взять классику из анонимных алкоголиков, их классическая молитва, с которой они начинают и заканчивают, «Господи, дай мне ум принять то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». На самом деле, это цитата из одного английского классика. В вашем сюжете несколько раз вспоминалось слово «дно». Это из способа спасения из водоворотов. Вы не попадали в водовороты? Слава Богу. Очень хорошо. А вы знаете, как спасаться из водоворота? Нет. Надо нырнуть до дна, и только оттолкнувшись от дна в сторону, можно спастись. Потому что если будешь грести на поверхности, тебя все равно затянет, ты потеряешь силы и погибнешь. Только добравшись до дна, алкоголик признает, что он алкоголик. И в этом особенность анонимных алкоголиков. Они берут уже тех, кто буквально лежит в пыли и в грязи. Но они признают. Это те люди, которые приходят сами... Там, где уже нельзя не признать, и они получают, извините, кайф и экстатические переживания, снова и снова проигрывая те эмоции, которые им были доступны в этих алкогольных погружениях. Это такой способ чисто психологический, который кому-то помогает. Но они на самом деле тоже не могут оторваться от того же алкоголя, хотя поменяв плюс на минус. Бывших алкоголиков не бывает. Не бывает. Можно остановиться, но если ты через 20 лет начнешь пить, те же запои появятся. Но что касается вот этого дна, вы говорите, что человек все-таки должен достигнуть его. Не обязательно достигнуть, хотя бы увидеть и понять, сколько у тебя осталось и какие у тебя есть ресурсы. Но для этого должно пройти время. То есть, получается, близким людям, которые непосредственно, участники вот этого всего происходящего кошмара, нужно оставить, оставить своего близкого человека... Я вам рассказал о стратегии, которую эксплуатируют анонимные алкоголики. На самом же деле существует масса признаков скрининговых, предварительных, которые позволяют заподозрить проблему и не погружаться в нее, и вовремя остановиться. Я могу привести некоторые примеры. Давайте приведем примеры. Вот самое простое. Многие наши телезрители, наверное, видели среди своих знакомых и друзей, может быть, даже родственников. Кто-то от малюсенькой дозы спиртного, фужер шампанского на Новый год, уже краснеет или розовеет, или девушки в пять раз чаще мужчин краснеют, или пятнами уже пошла. Вот это те люди, которым, в принципе, нельзя прикасаться к алкоголю. У них точно нет эффективной алкоголекисляющей системы. Они застревают на этапе образования из алкоголя в нашем организме ацетальдегида. У них недостаточная активность фермента альдегид-дегидрогеназа. И недавно сравнительно выяснили, что именно этот ацетальдегид, накапливающийся у тех, кто краснеет, в печени разрушает предшественники мужских и женских половых гормонов. То есть предвестники этой болезни, собственно говоря, на лицо. То есть если кавалер, завтрашний, возможно, и жених краснеет, лучше с ним не связываться. Он завтра будет импотентом. Если девушка краснеет, если она дальше будет пить, у нее усы вырастут, и борода, и может бомжихой стать. Это малюсенький пример. Павел Иванович, давайте мы вернемся все-таки к тем форматам помощи людям больным алкоголизмом. Один из них, телефон горячей линии, горячей линии, на котором можно позвонить. Родственники больных алкоголизма могут позвонить. Я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. Горячая линия телефона здоровья у психиатра-нарколога Вячеслава Никуличева работала все два часа, отведенных на консультации. В основном обращались матери, сыновья которых крепко подружились с зеленым змеем. Самое сложное – убедить больного алкогольной зависимостью обратиться к врачу. Многие люди считают, что какая-то болезнь. Ну, грипп, ангина – это болезнь, радикулит – это болезнь. А злоупотребление алкоголем, наркотиками – ну, это плохое поведение. Поэтому и вопрос о лечении, он всегда как-то очень сложно идет. А что лечить-то? Не пей, да и все. Лишь 2% из тех, кто обращается, подвержен другим психоактивным веществам. В Архангельской области львиная доля наблюдающихся в наркологических учреждениях по-прежнему страдает алкогольной зависимостью. Как говорят врачи, для больного главная не физиологическая, а психологическая зависимость. Как любовь. Объекта любви нет. Вроде и любви нет. Поэтому мотивационный этап. То есть нужно каким-то образом убедить человека, что у него есть необходимость обратиться к врачу. Если мы этого не сделаем, то он будет продолжать употреблять психоактивное вещество, болезнь будет усугубляться, и все тяжелее и тяжелее ему помочь. Болезнь нельзя вылечить уговорами, штрафами или устрашением. Нет и волшебной таблетки, которая поможет в одночасье. Павел Иванович, это болезнь, алкоголизм болезни. Как она лечится? Масса существует методов лечения. Надо понимать, что это био-психо-социо-духовная зависимость. И важно в лечении увидеть конкретную гамму факторов, которые привели не то чтобы к катастрофе, а к проблеме алкогольной конкретного человека. И можно индивидуально составить его лечебную или реабилитационную программу. Куда идти? Можно идти в наркологию. Раз. Сегодня существует масса самых разных платных способов и методов. Есть психологи и социальные работники, которые помогают. Есть, наконец, бесплатно помогающие анонимные алкоголики. Но надо прежде, я бы хотел поддержать Вячеслава Владимировича, преодолеть анозагнозию. То есть отсутствие осознания болезни. Если ты понял, что проблема есть, это уже половина дела. Каким образом ее преодолеть? Ведь ее пытаются преодолеть родственники, близкие, семья, но, как правило, сам больной. Как достучаться можно привести на консультацию пациентам. Может психолог или врач с ним поговорить. И можно найти и те слова, и понять, как достучаться, и выкопать, от чего человек решил убивать сам себя. На самом деле это самоубийство, замаскированное под употребление алкоголя. И почему он себя убивает, что он себе сам простить не может. И почему он сам себя такой скотиной считает, что превращает себя вне человека. Вот с этим надо разбираться. Павел Иванович, мне кажется, что нам как раз и не хватает вот этого осознания алкоголизма, как болезни, как эпидемии. Мы сейчас очень много говорим про грипп, а сколько жизни уносит алкоголизм, мы не считали. Это действительно эпидемия. Я не так давно, буквально на днях читала материалы журналиста известного Антона Красовского. Он говорит о СПИДе, правда, что если мы лечить, не просто вешать плакаты с изображением семьи, говорить что-то, а лечить не будем СПИД, эта эпидемия просто нас поглотит. Так же, наверное, и алкоголизм. Почему-то мы не воспринимаем ее именно в этом ключе. И у всех этих эпидемий, на самом-то деле, есть, скажем так, предварительный, до заражения еще, скажем там, вирусом иммунодефицита, человек сначала должен стать наркоманом вообще-то, чтобы повысить риск этого заражения. А это надо иметь синдром приобретенного ментального иммунодефицита. А ментальный иммунитет – это биопсихо-социо-духовная матрица нашей идентичности и основы безопасности. Ну, вот перебить этот ментальный иммунитет, наверное, наша с вами задача, и, наверное, задача государства. Должно ли государство вмешиваться вот в этот выбор человека – пить или не пить? Вот, например, я знаю, что в некоторых западных странах, да, не просто отбирают права за издувание нетрезвого бедя, а направляют на лечение. Вот ты вылечись, принеси справку, что ты здоров, тебе тогда вернут. Потому что отобрать права – это не лечение. Правильно, и это работает только в рамках их менталитета. У нас это совсем не очевидно, будет ли работать. Это сколько десятилетий или столетий там надо было воспитывать соответствующее общество, соответствующие традиции, да. И то, что в нашей системе без административного и государственного рычага не справится с социальной эпидемией – это один к одному. С социальной эпидемией именно государство должно в первую очередь бороться. Ну вот, а законодательные запреты, запрет рекламы, продажи, ограничения, да, это работает? Это работает, ну, на модели того же курения. Сейчас ведь очень резко ограничили, и в самом деле огромный плюс от того, что степень никотиновой интоксикации уменьшилась. Тем более, что смолы никотина, которые есть в табаке, оседают в человеке, он растворяет их с помощью алкоголя. Они же не выводятся, они у курильщиков накапливаются в лёгких. Алкоголь, спирт – это растворитель, и человек, растворяя эти смолы из лёгких, размывает по всему организму. И совсем не обязательно курильщики умирают от рака лёгкого, от всех иных форм рака они погибают, в зависимости от наследственной предрасположенности. Павел Иванович, я напомню нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, 639-717, наш телефон, мы говорим об алкоголизме, звоните, делитесь с историями, советами. Мы, выслушая, постараемся помочь, и, может быть, вы дадите тоже советы людям, которые в этом нуждаются. Павел Иванович, ну я сейчас думаю, стоит перейти к вашим книгам, на которые приковано уже моё внимание, и, думаю, внимание телезрителей. Расскажите нам о них, что вы сегодня думаете. Недавно в Нью-Йорке у меня вышло «Международное руководство по буллингу». Это книга, в которой собраны главы ведущих учёных, занимающихся проблемами моббинга и буллинга. Моббинг – это травля на работе, с целью которой является спровоцировать уход человека с работы, освобождение рабочего места. И 80% студентов первого курса нашего вуза сталкивались с моббингом или буллингом. Буллинг – это просто более садистический и жестокий моббинг. Сталкивались с этим и в садике, и в школе. И с этим нельзя не считаться в ситуации, когда очень растёт безработица. Я здесь также одну из глав пишу. А вторая книга, тоже недавно вышедшая в Нью-Йорке на английском языке, посвящена современным проблемам национальной безопасности. Здесь как раз рассматриваются вопросы социальных эпидемий, и как ими управлять, и как повышать ментальный иммунитет нации. Вы, наверное, тоже обратили внимание, что в последнее время у нас стали обращать внимание на воспитание. Пионерские, ну не пионерские организации, а школьные организации. Какие-то организованные вещи в формате воспитания в школе стали появляться. И хотя у нас пока ещё не сложилось однозначного мнения, какой же завтра должна быть идеология нашей страны, но не сделав идеологию, не сделать и воспитание. Павел Иванович, ну тема интересная, тема актуальная, книги полезные, но не все владеют английским языком. Это всё есть и на русском языке. Есть на русском языке. Естественно, конечно. Павел Иванович, я благодарю вас за беседу. Спасибо большое, ждём вас всегда в этой студии. Вам спасибо.